Всем привет! Сегодня долгожданный батл Непосредственность против рассудительности Безумная щедрость или баланс Славянская или японская школа Андрея или Таня? Кто победит, решают друзья! В этот раз важную роль сыграл ваш выбор в комментариях И мы готовим роллы Оставайтесь с нами, чтобы узнать Чье блюдо окажется лучшим И начинаем с Андрея Промыв хорошо 400 грамм риса Отвариваем его в воде Варим в соотношении 100 грамм риса На 120 миллилитров воды Сначала делаем сильный огонь И доводим до кипения После этого убираем огонь на минимум И варим еще 15 минут Когда рис сварился, накрываем его полотенцем И даем 15 минут отдохнуть А пока сделаем уксусную заправку Буду делать ее с запасом Вдруг у Тани не получится Итак, соединяем 9 грамм соли 150 грамм сахара И 150 миллилитров уксуса Перемешиваем и возвращаемся к рису На такое количество крупы Нам потребуется 100 миллилитров заправки Больше всего люблю Филадельфию Поэтому мы заранее приготовили лосось А вы какие любите роллы? Пишите в комментариях Лайки буду ставить лично С помощью пинцета убираем кости Для большей безопасности Засолим рыбу на 30 минут После этого удаляем кожу Как вы уже знаете Прошлая неделя для нашей семьи Была очень сложной И нам как родителям в ванне Очень приятно Что вы так сильно поддержали нашего сына И написали просто сумасшедшее количество комментариев Под нашим прошлым видео Спасибо! Теперь нарезаем рыбу на тонкие пластинки Но что-то пошло не так Точно, ее же надо было подморозить хотя бы час Для начинки нарезаем тонкими полосками огурцы Сердцевину с семенами не используем Так как в ней очень много сока Далее делим нори пополам На циновку с пленкой Кладем пол листа нори Смачиваем руки водой Берем рис И равномерно выкладываем на водоросли С нахлестом с одной стороны А с другой Обязательно оставляем край нори свободным Переворачиваем наизнанку И вдаливаем сливочный сыр Ну, так как и планирую победить Положу сыра побольше Делаем полоску васаби Сразу за сыром кладем огурец Скручиваем ролл Уплотняем И подбиваем по бокам Пока мой лосось подмораживается Посмотрим, что сделала Таня за это время Если Андрей готовил роллы Учитывая наши славянские вкусы То я буду готовить Учитывая рекомендации японских сушистов Итак, для роллов потребуется Круглозернистый рис Его обязательно следует промыть Под проточной прохладной водой От пяти до семи раз Пока вода не станет прозрачной После чего он должен просохнуть 15 минут Готовить будем в мультиварке Если у вас рис нового урожая То стоит заливать воду в соотношении 1 к 1 А если он прошлогодний То объем воды стоит увеличить на 20% Варим крупу 15 минут И не открывая крышки Оставляем еще на 15 минут За это время успеем сделать заправку На килограмм вареного риса Нам потребуется 100 миллилитров рисового уксуса 80 грамм сахара И 25 грамм соли На маленьком огне растворяем все ингредиенты Здесь важно, чтобы уксус не закипел Нам надо только подогреть И быстро все размешать Тщательно соединяем все компоненты Накрываем влажным полотенцем И оставляем так на 10 минут После этого еще раз перемешиваем Для роллов заранее поджарим Семена кунжута до легкой золотистой корочки А еще приготовим уксусную воду Чтобы смачивать нож и руки В половине чашки воды Разводим 1 столовую ложку уксуса И для аромата добавим колечко лимона Если Андрей любит Филадельфию То для меня самые вкусные роллы с угрём По совету японских шеф-поваров Мы купили небольшого, но, как видите, дорогого угря Так как у молодого унальги меньше косточек Да и запах более приятный Очищаем речного угря от магазинного соуса Что интересно, многие сушисты рекомендуют оставить этот соус для дальнейшего использования А японцы советуют рыбу тщательно промыть под горячей проточной водой Чтобы убрать консерванты А еще, как они говорят, она может попахивать Все-таки речная рыба Кстати, сын Ваня для своих роликов как-то покупал унаги побольше И он действительно имел более радикальный запах в сравнении с молодым Промыв рыбу, промакиваем салфеткой Чуть не забыла сказать Уксусной водой мы заранее обеззаразили поверхность Отделив хребет, да простят меня многие сушистые Удаляем кожу Можете, конечно, ее оставить Но для меня такие роллы с кожей теряют свою магию Далее срезаем немного со стороны плавников Там есть косточки И выравниваем с другой стороны Стараемся нарезать с подмороженной рыбы на кусочки По 7 сантиметров в длину и по 2 миллиметра в толщину Мне, как новичку, этот процесс дается с трудом Остатки унаги делим на более мелкие кусочки Они пойдут вовнутрь Для начинки будем использовать спелый авокадо Нарезаем его на ломтики И удаляем кожуру Начинка готова Пора крутить роллы Смазываем коврик уксусной водой Затем делим нори пополам И стелим на циновку глянцевой стороной вниз Смочив руки в уксусной воде Сверху кладем теплый рис 100 или 120 грамм Что интересно, японские мастера Рекомендуют использовать только теплый рис А еще они советуют не сильно уплотнять рис При скручивании роллов, как мы привыкли Говорят, что так вкуснее Ну что ж, попробуем Перевернув нори, кладем внутрь 20 грамм сыра Впрочем, добавлю еще 20 Далее унаги Либо лосось И авокадо Скручиваем так, чтобы начинка оказалась внутри Так как важно следить, чтобы нори сцепилась между собой А затем соединился рис Такой ролл точно не распадется Но бывает, что баланс нарушен Поэтому излишки, к сожалению, придется все-таки убрать Это мной управляет жажда победы Для большего эффекта унаги стоит разогреть в духовке 1 минуту при 180 градусах Знали бы вы, какой здесь сейчас приятный аромат Выкладываем унаги на роллы И прижимаем циновкой Разрезаем влажным ножом Ролл на 8 частей Соевый соус в ресторанах Обычно разводят водой И иногда добавляют сахар Мы же сделаем, как рекомендуют японцы Смешиваем 50 мл соевого соуса И 30% мерина Роллы поливаем соусом унаги Дробим кунжут, раскрывая его роскошный аромат И посыпаем роллы Подаем роллы с имбирем, васаби и соевым соусом Возвращаемся к лососу С холодильника он очень легко режется Сверху на роллы укладываем кусочки рыбы Прожимаем циновкой И делим Филадельфию на 8 частей А теперь мой козырь Сверху щедро кладем красную икру Надеюсь, что жюри так же сильно любят ее, как и я Ну что ж, пора голосовать И пора пить таблетки, чтоб так не волноваться А первой голосует Катя Мне больше понравились роллы с угрем Они сочные, соус очень вкусный И кушать их удобнее Теперь очередь Андрея С угрем было вкусно Роллы мне понравились Но с лососем, хоть они и большие Были вкуснее А сейчас наш опытный дегустатор Лиза С угрем очень вкусные И с лососем очень вкусные Но поскольку здесь размер меньше И их удобнее есть Я проголосую за эти К Давиду стоит прислушаться Он работал в японском ресторане Понравился больше ролл с угрем Во-первых, потому что уголь мягче Ролл меньше В этом очень много икры Только из-за этого Я голосую за ролл с угрем Какой напрашивается вывод? В который раз щедрость Андрея сыграла с ним злую шутку Ведь в жизни, как и во вкусе На первом месте баланс Подписывайтесь Ставьте лайки Жмите на колокольчик В общем вы поняли Что стоит сделать Чтоб уровень наших видео Дальше улучшался и радовал вас А на сегодня все Приятного аппетита И до вкусных встреч Всем пока!